Всем привет! Меня зовут Андрей. Я представляю проект, который мы сделали. Это достаточно родственный с предыдущим докладом, только, скажем так, касается непосредственно региональной специфики выполнения какой-то конкретной госуслуги. Это госуслуга электронной очереди в детский сад. Ну, вот я не знаю, вот здесь присутствующих, у кого есть дети и кто сталкивался с устройством детей в детский сад. Ну, маловато. Молодая, видимо. Маловатая аудитория, но так или иначе, те, кто сталкивался, наверняка знают, что просто так вот попасть, нельзя просто так взять и устроить ребенка в детский сад. Больше того, на самом деле, я думаю, что нигде у нас в стране нельзя просто так взять, встать в очередь и без особых усилий просто дождаться места в детском саду. Ну, причины понятны, то есть очень большое количество людей, которые заинтересованы в том, чтобы эта услуга была, оказывалась им на интересных условиях, вот, и поэтому к нам обратились коллеги из Челябинского управления образования, там, 4 года назад с просьбой сделать электронную очередь в детский сад. Ну, я был молодым и глупым, подумал, что без проблем, подумаешь, там, делаем очередь, и все получается очень просто. Да, съездили мы посмотреть на опыт наших коллег из Екатеринбурга, где у них была замечательная очередь, люди записывались через интернет, получали цифру, там, например, вы 499-й. Потом оператор мог сколько угодно вставить там 493-х заявок, и этот человек становится не 499-м, а там 518-м, например, и никак это сделать нельзя было. Но я сказал, что, ребята, такой хоккей нам не нужен, если мы будем делать очередь, то такой, которая бы позволяла избегать такие фокусы. Поэтому мы сделали систему, которая была принципиально ориентирована на полную прозрачность и открытость оказания услуги, и при этом облегчала бы труд людей, которые формируют эту очередь, на ее размещение. Ну, надо сказать, что чем дальше в лес, тем толще волки. Оказалось, что все далеко не так просто, как казалось на первый взгляд. То есть, оказывается, детей, которые там возраста двух лет нельзя помещать в группу к пятилетним детям. Ну, на первые, вот в изначальной постановке вопроса, как мне это рассказывали, этого не звучало. То есть, говорят, просто всех по очереди строим и распределяем. Выяснилось очень много вещей, что существуют разные льготы, что фактически эти дети заразы еще и растут. То есть, в этом году он стоял в очереди для двухлетних детей. В следующем году ему становится внезапно три года. Кто бы мог подумать. Да. Вот. Поэтому очередь получилась продуктом достаточно сложным, но основные принципы мы сумели сохранить. То есть, это максимально гласный процесс оказания услуги. То есть, в системе можно посмотреть весь перечень заявок. То есть, если кому-то не лень, он может заморочиться и сделать специальный парсер, потому что это все доступно через открытый интернет, и видеть, что ни одного заявки не было вставлено туда задним числом. Также в системе доступна история изменения заявок. То есть, например, можно увидеть, что оператор такой-то зашел в заявку, изменил у него какие-то там данные на льготу. Вот. Но это все мало помогает, скажем так, контролировать распределение заявок. Но что сильно помогает, это то, что в каждом садике можно посмотреть, сколько детей было распределено. У меня был один любимый садик, в котором в течение трех лет было распределено два ребенка. При этом у них в этой же очереди, через очередь, был сайт, и они вели блог, в котором было видно, что фотографии с утренника, где детей штук 50. Ну, я вот общался с начальником управления образования, говорю, ну, наверное, вот один ребенок пошел в садик, а все остальные пришли его поздравить. Вот. Но эту систему мы умудрились вытащить на портал госуслуг, и сейчас с ее помощью распределили что-то порядка 40 тысяч мест в детских садах. Ну, надо сказать, что мы никогда не ставили этот проект себе как цель заработать много денег. Этот проект для нас скорее способ сделать мир лучше. И на самом деле сделать мир лучше очень сложно, потому что при внедрении ее существовало просто бешеное сопротивление со стороны всех, кто участвует в оказании этой услуги, начиная с специалистов районных управления образования и кончая с заведующими детских садиков. То есть в том вот моем любимом детском садике поступали очень просто. То есть ребенка просто снимали из очереди и его размещали в садик просто так. Теоретически при наличии политической воли контролировать это очень просто, потому что достаточно сличить список детей, распределенных в садик, и количество фактически детей в группах. Ну, пока попытки так контролировать мне неизвестны, хотя некоторые федеральные тенденции говорят о том, что такие вещи скорее изменятся. Ну, и в принципе могу примерно показать, как это похоже, как это выглядит. Для этого мне понравится браузер. Нет, мы их подвигать-то, наверное, не сможем. Вот, например, у нас можно посмотреть… Так, хорошо видно. Ну, во-первых, у нас система отличается еще от всех аналогичных систем тем, что она у нас единственная работает с картографической информацией. То есть мы используем данные проекта OpenStreetMap, и в случаях, когда внедряемся в муниципалитеты, где нет данных, нарисованных в OpenStreetMap, хорошо, мы за деньги госзаказчика дорисовываем их муниципалитет на карте. Так что приносим человек двойную пользу. То есть видно, что можно увидеть в любой садик, на него щелкнуться и перейти к заявке. Перейти к садику. В садике, ну, видны информация и видно список детей, которые туда были когда распределены. То есть можно увидеть данные о формировании каждого ребенка. Еще в каждую заявку можно провалиться и увидеть, на каком основании какой оператор выполнил какую-то операцию. Кроме того, при регистрации родители указывают точку на карте, где они расположены, и при комплектовании система учитывает и прямо рисует картинку, в какой из садиков можно распределить. Но подобного функционала нет ни в одной системе, ни у тубарсовских, которые упоминались здесь, ни у самарских разработчиков. То есть, в принципе, с точки зрения удобства распределения детей, мы совершенно точно впереди планеты всей. У нас доступна статистика в реальном виде. То есть вот здесь, например, можно увидеть гистограмму, которая показывает, сколько времени в среднем дети проводят в электронной очереди. Ну и что самое главное, и что в принципе отличает эту систему, это то, что все эти данные доступны всегда публично. То есть это была наша принципиальная позиция. На самом деле, для внедрения системы эта принципиальная позиция наносит большой вред, потому что так парадоксально звучит, но граждане Российской Федерации максимально заинтересованы в том, чтобы эта информация была такая, чтобы исключить разнообразное злоупотребление. Но лица, которые принимают решение, они, как правило, как только узнают, что нельзя будет поставить нужного ребенка в садик, ребенка нужного человека устроить в садик без очереди, как правило, для них это является дилбрейкером, ну и это, кстати, довольно печально. То есть вот нам повезло, что мы живем в регионе, где внезапно оказалось честное руководство управления Министерства образования. Нет, у них свои дети есть, просто… Система сейчас в данное конкретное время сыплются с федерацией огромное количество разных требований по интеграции с разными системами статистики, с порталами госуслуг. Мы, к счастью, сумели все эти невзгоды преодолеть. То есть у нас система интегрирована с единым порталом госуслуг. По моим данным, это первая и, по-моему, пока единственная система open-source, которая интегрирована с порталом госуслуг. Как с ним интегрироваться, это отдельная тема для отдельного доклада. Может быть, на следующей конференции я мог бы про это и рассказать. Но вкратце, самое главное, это нужно заплатить Ростелеком. Без этого ничего не получится. И она интегрирована с системой федеральной статистики, которая сейчас вот Информико двигает. И с прочими вещами. Как-то так. Эта штука основана на Django и использует Postgre. Одним из отличительных моментов вливается то, что… Все мы знаем, что такое 152-й закон о защите персданных. Поэтому система теоретически может использоваться без персданных вообще. То есть она использует для идентификации только номер свидетельства рождения. Этого, в принципе, достаточно. По желанию заказчика персданных туда можно добавить, хотя они не необходимы для оказания услуги. Андрей, а ведомственные детские сады есть в Челябинском области? Ведомственные детские сады есть, но они не участвуют в общей учебнике. Они распределяются как… Нет, все-все-все, я все пользуюсь. Ну, они везде есть. Многие, там, РЖД делает МВД для своих детей. Ну, может быть, поэтому… Хотя, вот конкретно МВД-шные садики, возможно, я ошибаюсь, потому что точно знаю, что пару садиков сократили. То есть, и поэтому всякие дети прокурора, в сути, и всех остальных имеют преимущественное право устройства в детских садах. Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. У меня уровень проживания. Поскольку вот ваши коллеги, которые перед вами докладывали, вы имеете дело с электронным взаимодействием, может ли будут, так сказать, взаимополезны и сухие остатки? Ну, я допускаю, да, что в целом, мне бы полезно пообщаться. Вообще, система в настоящий момент, то есть, мы ее распространяем под жпл лицензией, то есть, нет никаких причин, чтобы не накатить ее на всю федерацию, за исключением того, что лицам, принимающим решения, такая система доставляет значительный дискомфорт. Ну, я думаю, вас нету компании, которые сделают небольшие open-source-доработки, которые потом закроют, конечно же, под этим хаком, чтобы можно было добавлять детей специально выделенных. Ну, open-source-теоретически это позволяет, но мы, чтобы все эти хаки отследить, опубликовали не под жпл лицензией, а под аджепл лицензией. Афера джепл, ах, какие такие нехорошие. Если же это обходится, это понятно, как обходится. Это тоже обходится. Детские садики на Марсе или ведомственные, называйте, как хотите, которые в эту систему не входят. Главное, ну, по стрипмапу разместить там, где там какой-нибудь промзон, в общем, несуществующий садик какой-нибудь такой скрытый, там, подвальный какой-нибудь. Можно сделать. Спасибо.